Всем привет! С вами Антон Бердин. Это финальная серия этого сезона. Конечно, серий за факел у нас будет еще много, но это последнее именно в этом сезоне. И так, Иртыш. Вы написали, что лучше продолжать карьеру за факел. Ну, я с вами согласен. Я знал, что вы так сделаете, поэтому и задал этот вопрос. Ну, вдруг вы захотите, чтобы я ушел. Что же, атака Иртыша, выход 1 на 1, но Саутин на высоте. Травма Акбашев, неприятно. Вот я не знаю, как мы будем играть в РПЛ. С нами я даже не помню, какая команда вышла. Не наблюдаю за таблицей. Брызгала. Фух. Супер удар. Сколько моментов уже было за эти 20 минут? Свечевой. Гол. Ну, надо забивать, отрываться. Иртыш. Сильный соперник, если что, может принести неудачу в нашу команду. И Саутин снова забивает гол. Класс. Ну, нет. Третьи не должны пропускать. И мяч уже выбит. Первый тайм на этом окончим. Посмотрим, что будет дальше. Ух. Ну, опасно было. Мяч переведен на угловой. Кстати, хотелось бы, чтобы в эту игру добавили угловые. Правда, тогда матчи станут слишком долгими. И серии блогеров по этой игре станут мешать в себя меньше матчей. Главые занимают еще столько времени, потому что сколько раз мяч уходит в угловой. А вот добавить желтые и красные карточки, это можно. Хотя тут не особо удобно это сделать, потому что если ты выбиваешь мяч, то с большой вероятностью и наносишь урон, как бы, противник. Урон. Переиграл в шутеры, но ладно. Итак, факел вырывает победу в концовке. Максим Седов. После каждого первого матча, после захода в игру, простите за эту автологию, вылезает вот эта вот картинка, чтобы мы оценили ее. Акбашев. Ну, в общем-то, Седов, наверное, будет играть. И Дмитриев будет центральным полузащитником. Почевален. Крайне центральный. Как бы это нелогично не звучало. Текстильщик. Хороший соперник. Но, то дело, старый текстильщик из другого города. Кстати, забыл из какого. А новый текстильщик не такой сильный. Вообще, я запутался, какая команда из какого города. Текстильщик, я помню, по-моему, был... Да вот и не помню я. Может, и Энгельс. Прям... Вот, не знаю. По-моему, хотя нет, не из Энгельса. Ну, на Волге какой-то город стоит, я помню. Из него текстильщик был. Сейчас. Вроде московский. Или владимирский. Хотя, и сейчас я, наверное, не прав. Отбились. Еще один момент. Почевален. Эх. Но, значит, все равно у Разборова можно бить. Опасно. Итак, выход 4 в 5. Но, нет. Сделаем некоторые замены. Пусть выйдет Петрушев вместо Разборова и Мазуров вместо Дмитриева. И еще один момент. Можно забивать третий. Седов. Он это делает. Не зря выпустили, опять же. Но текстильщик... А, вспомнил. Этот текстильщик из Иваново. А вот старый... Все равно не знаю. Ну, мы так полмача с вами рассуждаем. А ведь с нами выходит Акрон пока что. Который... Высказан. Второй за нами идет Акрон. И Акрон мы в прошлой серии выиграли. Атака Велеса опасна. Велеса... Одна из самых незнаменитых московских команд. Подача... Яковлев! Супер! На третьей же минуте. Хорошая игра будет, я думаю. Но не думаю, что будет особо много голов. Но минимум три будет. Сегодня, возможно, даже выйдет третий ролик. Это уже навряд ли. Но вот завтра еще два ролика я вам гарантирую. Атака Велеса. Московская команда... Могла бы сравнять счет, но вратарь на высоте. И сейчас тоже. Велес нас чуть-чуть зажал в последние минуты. Но мы вырываемся в контратаку. Замалиев. Удар! Гол! И наш опорник забивает. Хорошо ворвался вперед. По ноль. С таким соперником судьба матча уже решена. Если учесть, что мы сейчас еще постараемся забить. Яковлев. Удар! Отлично! Яковлев забивает очень много. Посмотрим, что будет в РПЛ. Потому что это уже гарантировано нам. А вот 1-3. 48-я минута нам приносит этот счет. 54-я. Можно бить. Удар. Ох, какой автогол. Постников. 1-4. Ну все. На этом большая активность матча закончена. Я думаю еще один момент. Будет и все. У Велеса. Ну, сделаем замену, чтобы игроки не уставали. Кстати, интересно, по какому алгоритму так часто происходит, что вратари получают травмы по такой же частоте, что и обычные игроки. И в реальной жизни вратари редко очень получают травмы. Кстати, у нас отрыв 40 очков. Аланья Владикавказ. Ну, это нас уже, сами понимаете, не особо интересует, как мы сыграем. Потому что мы чемпионы. А думаю, мы все равно должны выиграть, чтобы последний матч уже был прям точно победным. Но... Люди кавказцы все равно стремятся вперед. Дмитриев, какой штрафной! Яковлев. Удар! Супер! Редко такое случается. 20-я минута Смирнов. Можно забивать, и он это делает. Дальний угол. Примерно два одинаковых мяча. Яковлев. И еще один гол. Он не остановится на достигнутом за этот матч и за этот сезон. Дмитриев. Фу! Кстати, как вы думаете, пробьется ли факел сразу же в первом сезоне в РПЛ в Еврокубке? Я думаю, что нет. Но мы можем постараться, потому что шансы какие-никакие, но существуют. Вылететь мы не должны, потому что здесь, ну посмотрите, какой отрыв. А в РПЛ команда пусть и сильнее, но есть с кем бороться, есть кого выигрывать. Последнее место нет, не для нас. Дашаев. 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 Супер гол. Более чем уверенно чемпионская победа. Все. Хотелось бы уже не пропускать. Просто закончить побыстрее матч. И все. Аланья в атаке. Все. Я думаю, да. Ну, кстати, посмотрим, какие команды нам предложат после. Ну, огромный отрыв. Больше 40 очков. Пролистаем все это до финала. Манчестер Сити в финале Лига Чемпионов. Фламенго. Я не понимаю, как это работает. Но прям все мешает мне снимать видео. Итак, Балтика или Воланда? Ну, конечно, мы будем играть за факел. Продолжим. Всем пока.